Поэтому нам надо каждый из нас участвовать. И когда на молитву маленькие дети стоят, начинают первые молиться. И взрослые потом не могут не молиться. Когда слышишь, как дети молятся, они говорят, нам стыдно не молиться. И самое главное, что когда один начинает, они уже идут цепочкой один до другого. Вы знаете, когда слышишь детей, и часто Господь через них обличает нас. Помолись Богу, не молчи. У тебя же есть. Ты же камень живой. И я часто такой пример привожу. Братья и сестры, когда Христос сказал, что когда... Петр сказал, да? Если будете молчать, кто будет говорить? Камень будет говорить. А когда говорят камни, вы знаете, когда падают камни на нас, да? Вы знаете, больно. И не очень хотелось бы. У вас здесь, конечно, страховая компания, возмещают там машины. У нас этого мало что делает. Но когда падают на крыше, люди хорошо чувствуют. И как-то моя соседка, она православная верующая, был такой град сильнейший. Вокруг у нас не было там, как раз наш район. И она говорит, побил наш Господь, нас, грешники мы. Я говорю, тетя Лена, вы видите, что у нас неблагодат. Говорит, нас как-то Бог спас, берег. И человек понимает, что когда камень начинает говорить, человек начинает понимать, что надо самим говорить, чтобы камни молчали. Я хотел бы, чтобы сегодня мы шли дальше мыслью нашей к тем словам, которые написаны здесь. «Если только что-то, да, не должно происходить в нашей жизни». Он сказал, что «Если только дерзновение и упование, которым мы хвалимся, твердо, что сделаем, братья и сестры? Сохраним до конца». Дерзновение и упование надо сохранить. Легко, то есть тяжело заработать на транспорт, да, допустим, на дом, на какую-то вещь, а еще тяжелее сохранить ее в должном, да, потому что надо каждый день убирать, надо каждый день там сохранить все, что ты имеешь. Господь говорит, что сохранить бывает тяжелее, чем приобретать. Спасение, да, спасение можно приобретать. Попкаялся, да, Господь родил тебя, да, свыше, и ты уже горишь желанием. И ты, первая любовь, написано, что она делает? Она все продолевает. Она как булдозер идет. Я помню, когда один, и я сам тоже, и когда другие, и вы наверняка знаете, сами можете свидетельствовать, что, когда первая любовь, что мы делаем? Мы идем, говорим всем, друзьям, Слово Божие проповедуем, кого-то там даже, может быть, некоторые уже говорят, что с тобой произошло? Один спортсмен из нашей церкви, так он проповедовал, он говорил, что я поехал домой, я думал рассказать всем моим родственникам, что я покалился. У меня любовь первая так горела в меня. И когда я начал им говорить, они так себя отошли в сторону, говорят, Вася, ты, наверное, заболел? Что с тобой случилось? Он говорит, а у меня любовь кипит к Богу. Хочу всем сказать, чтобы все получили это спасение. Это дерзновение, упование, было в меня столько, что мне хватило бы на все село ходить в тот день. Он говорит, сейчас проверяю себя, взвешиваю себя. Он говорит, а с целью, братья? И каждый, наверное, проверяет себя, да? Ставить где-то так термометр где-нибудь, да? Там близко к сердцу, к нашему-то сознанию, вере. И мы уже, когда меряешь температуру, там не написано, говорит, да? Первая любовь. Написано, какая любовь уже? Может быть, теплая. Вы знаете, когда часто мы говорим, что Бог так сказал, что лучше быть каким? Холодным, потому что ты знаешь, что с тобой сделать. Обычно с холодными людьми что мы делаем? Надо хоронить, да? А с тепленькими не знаешь, что делать. Или туда, или сюда, да? И не горячий, да? И не холодный, это тепленький. И я понимаю так, что Господь сказал, что дерзновение и упование имеет какой человек? Который горячий. Пусть Господь благословит, чтобы мы сохранили и с дерзновением и упованием шли до конца за ним. Аминь. Давайте встанем и будем молиться Богу. Спасибо. 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 Аминь. Отец Небесный, мы, Господь, предстали при лицом Твоим с желанием, Господь, благодарить Тебя, что Ты нам даруешь возможность поклониться, Господь, в Доме Твоем, там, где Ты, Господь, являешься главою, и Ты, Господь, руководишь этим телом, телом Церкви Твоей, и Ты заботишься о ней. Мы благодарны, Господь, что сегодня позволяешь нам славить Тебя, даешь силы, здоровье, желание. Господь, просим Твоего благословения на предстоящие служения, на все сердца, которые, Господь, находятся здесь, в каждой семье в отдельности, в каждой души в отдельности благослови. Будь твердым, Господь, в дерзновении и уповании на Тебя, чтобы мы до конца сохранили то, что Ты каждому подарил, благочеряясь благодать Твою, спасение, Господь, поверье. Будь прославим нашей жизни, Отец иный Дух Святой. Аминь. У нас будут еще два пения и стих, потом группа может выйти сюда. Мне всегда нравились пения, которые я их знаю и все их знают. Почему? Потому что, когда видишь родного человека, сразу радуешься. И когда слышишь родное пение, которое ты уже знаешь, ты понимаешь, что свои пришли. И все у нас родное. Поэтому Господь сегодня хочет через нас напомнить вам, что Он родился для нашего спасения. Но принесшим миру благодать, Сам прошел долиной унижения. И от мира должен был страдать. Аминь. Аминь. Он родился для нашего спасения. Но принесшим миру благодать, Сам прошел долиной унижения. И от мира должен был страдать. Сам прошел долиной унижения, И от мира должен был страдать. Он рожден, чтоб посчастливить каждого, Кто признал в нем Бога своего. Но над ним вглубились злые граждане, Даже в соотечестве его. Но над ним вглубились злые граждане, Даже в соотечестве его. Аминь. 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 Порой грущу я у развалин дня и думаю Любовь, зажгись победно И даже в свете высвяти меня Пускай твой свет взойдет зарею Ранний в уснувший мир свершений и борьбы И чтобы ты переросла желанья И на делах оставила следы В твоем тепле я знаю сколько правды И счастья от свершенного труда Тогда приди сегодня, а не завтра И расцвети ты радостью тогда В твоем тепле я знаю сколько гнева На мерзости текущей через край Звучи во мне, чтоб от того напева я шла бы Так в прекрасный вечный рай И если я в холодных водах жизни Не в силах буду находить твой путь Ты не покинь и не уйди в кручизне Но дай в тебе, оставшись, отдохнуть Я понимаю, надо жить любовью Сокрыться вне страсти и беды Как ценит мать привязанность сыновью Как ждет земля и сухшая воды Овей меня своим дыханием нежным Заполни дух до капельки, до слез И чтобы не быть мне отныне прежней Идя сквозь шум стенания и грез Аминь Аминь У нас был юбилей в церкви И Господь положил на сердце Вот эти слова, которые сейчас вы слышите в пении Что Господь созидает все Слово Вы наверняка знаете Когда вы в доме своем что-то говорите Так, сделайте, да? И все сделалось И вот так приятно, что ваши слова сразу приметают форму Да и действия А когда-то нету, что вы говорите Не слушаются И кто-то начинает плакать Сперва вы, потом они И вы знаете, вот И мы понимаем, что Слово всегда поверье Нам предлагают Что-то делать И припев Мы так с женой, когда говорим Как будет припев? Мы решили так Много лет молитв Много лет борьбы Много лет труда Естественно, что будет много лет Много побед Вот где-то вот здесь Кто будет внимательный В словах Тогда вы поймете, что будет на экране Потому что на экране будет Несколько там фотографий Может быть, чуть больше О нашем служении О строительстве нашего молодого дома Который мы начали весною И сейчас еще братья там работают Пусть будет это вам Напоминание помолиться о нас И пусть Господь Оставит вас По желанию Всегда, когда будете вспоминать нас Молитесь, чтобы вы Господь нас Нам дал Твердое, да? Упование Что делать? Нести до конца То, что мы Господь нам доверил Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Слово было в начале Словом Бог созидал Словом души живые Ко Христу приближал Слово сеяло в сердце И спасалась душа Отец наш небесный Слово церковь рождал Много лет молитв Много лет борьбы Много лет труда Много лет побед Много лет молитв Много лет борьбы Много лет труда, много лет побед Церковь шла потернистым каменистым трубам А наш пастырь невестный охранял ее сам Был он тень и связная, был он следом ночи Был водою живою, он для каждой души Много лет молитв, много лет борьбы Много лет труда, много лет побед Много лет молитв, много лет борьбы Много лет труда, много лет побед Но видать возрастала, церковь Божья росла И в огне испытаний очищалась она Как свято и прекрасно, так поют небеса Она ждет восхищенья невеста Христа Много лет молитв, много лет борьбы Много лет труда, много лет побед Много лет молитв, много лет борьбы Много лет труда, много лет побед Много лет молитв, много лет побед Много лет молитв, много лет молитв Слава Богу Кличе на ней вас, наш Иисус И тому, пока на земле трудимся Живаем, боремся, но останется Единственная просьба Кто хочет обрести наши альбомы в конце Это не обязанность, это желание Слушаем наши альбомы, нашу музыку Вы будете иметь возможность Всегда и в машине, и дома Споминать нас в молитве Молитесь о служении Слава Богу 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 Слава Бог Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Бог Слава Богу 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 Вы знаете, если в нашем сердце есть хотя бы один такой грех, Бог уже перестает слышать нас. Более того, Он перестает отвечать нам на наши молитвы. Мне приходится проезжать многие церкви Украины, России. Я достаточно побывал и в Молдове, откуда вот наши братья и сестры. И вы знаете, кругом один и тот же вопрос. Вот буквально мы были в Ванкувере, и меня пригласили в дом, и сестра обращается и говорит, брат Валерий, почему? Почему в моем сердце нет мира? Почему я обращаюсь к Богу, а чувствую, что вроде передо мной просто стена? Бог не слышит, Бог не отвечает. Вы знаете, эта женщина, она вдохновила меня говорить на эту тему. Потому что таковых людей сегодня, независимо, где они живут, в России, в Молдове, здесь, в Америке, их достаточно много, которые не имеют в своем сердце мира, которые по какой-то причине охладели к Богу. Они молятся, а Бог не слышит. И это не новое. Друзья мои, за 700 лет до Рождества Христова, значит, за 2500, за 2700 лет до нашего времени у людей были те же проблемы. И Господь сегодня призывает нас. Ты хочешь, чтобы я услышал тебя, чтобы я ответил на твои молитвы, на твой пост? Прежде чем поститься, загляни глубоко в твое сердце. Очисти все греховное из твоего сердца. И тогда, говорит Господь, ты воззовешь, и я услышу тебя. Третье условие, при котором Господь говорит, если будешь обращаться, я услышу тебя. И это условие, Он говорит, угнетенных отпусти на свободу. Вы знаете, многие люди на слово угнетенных отпусти на свободу задают вопрос, разве я имею в своей жизни людей, которых я угнетаю? Разве я имею в своей жизни рабов, заключенных людей в оковах? Многие имеют. И не зря об этом написано в Писании. Вспомните, друзья мои, когда по какой-то причине у вас ломался мир, был нарушен мир с братом или сестрой. Какое было ваше состояние, когда вы приходили домой? Бог называет его именно угнетенным. Угнетенный человек – это человек, который не прощает и не имеет в сердце прощения. Господь сегодня говорит, если ты хочешь, чтобы я услышал тебя, отпусти угнетенных на свободу, отпусти брата или сестру, который по какой-то причине сегодня вы встречаетесь в церкви, но отводите друг от друга глаза, вы не приветствуетесь, вы не имеете мира, вы не имеете прощения. Очень часто мы обращаемся к Богу с молитвой, как образец молитвы «Отче наш». И какие слова мы говорим? И прости нам долги наши как? Как и мы прощаем должникам нашим. А как мы прощаем, друзья мои? Вот так, как мы прощаем, вот так Бог и отвечает нам. Более того, вот так Он и прощает нас. Угнетенные люди – это те люди, которым мы по какой-то причине не хотим простить. Мы не ищем мира. Иногда в церкви слышится такое, знаете, прощение. Братья и сестры, если я кого-то обидел, Бог хочет, чтобы мы примирялись без всякого «если». Загляни глубоко в твое сердце и не криви душой. Ты точно знаешь, кого ты обидел, с кем у тебя нет мира, и поэтому без всякой приставки «если». Подойди к брату, к сестре, к пастору, к диакону, обними и скажи «прости меня». Отпусти себя и не будь угнетенным, и отпусти брата и сестру. Отпусти на свободу, дай им мир в их сердце. И тогда что говорит Господь? Ты вас запьешь, и я услышу тебя. И следующее, что говорит Господь? Ты будешь молиться, и я скажу «вот я». Вы знаете, когда Бог говорит на молитву на нашу «вот я», за этим следует Божье действие в твоей жизни. Значит, Бог видит, что твое сердце действительно чисто, и Он готов ответить на твою молитву, на твою нужду. Он готов благословить твоих детей, твою семью. Иногда наши дети, к сожалению, как в Украине, так и здесь, в Америке, не хотят идти вместе с нами, с родителями, в церковь. И многие родители задают все тот же одинаковый вопрос, почему мои дети не идут со мной в церковь? Бог хочет, чтобы мы заглянули в свое сердце. Может быть, потому, что в церкви я один человек, красиво одетый, хорошо пою, хорошо говорю, но когда я прихожу домой, мои дети видят совершенно другого папу, мои дети видят во взаимоотношениях с папой и мамой совершенно других людей, не таких, как в церкви. И вы знаете, дети, нам кажется, что они ничего не замечают. Наши дети еще как все замечают. И иногда им просто не хочется идти в ту церковь, в которую ходят их родители. И вы знаете, они так делают. Они приходят в церковь в одной одежде, образно говоря. Приходят домой, снимают эту одежду благочестия и становятся такими, какими они есть на самом деле. И в тот же момент они хотят, чтобы Бог услышал их. А Бог говорит, если ты хочешь, чтобы ты, когда воззовешь, чтобы я услышал тебя, первое, разреши оковы неправды, удали всякую неправду из твоего сердца. Второе, развяжи узи ярма, удали всякий тайный грех, который есть в твоем сердце. Третье, угнетенных отпусти на свободу. Если кто-то сегодня в этой церкви по какой-то причине не имеет прощения, не имеет мира с братом или сестрой, друг мой, прежде чем обращаться к Богу, очисти свое сердце от непрощения. Бог хочет, чтобы сегодня ты заглянул глубоко в свое сердце и угнетенных, непрощенных тобою отпустил на свободу. И тогда Господь говорит, ты воззовешь, и я услышу тебя. Ты воззапиешь, и я скажу, вот я. Тогда мне угоден и твой пост, и твоя молитва, и только после этого я начну благословлять тебя. Потому что когда Бог слышит нашу молитву, Он отвечает на нее. И Он начинает благословлять твой дом, твою семью, твой бизнес, если хочешь, твою работу. Бог начинает благословлять тебя по жизни. И ты становишься полноценным христианином, имеющим в своем сердце Божью любовь, прощение, прощать так, как прощал Иисус Христос. Следующие, друзья мои, после того, как ты становишься дитем Божьим, и Бог слышит тебя, из этого же места Писания, из этой же 58 главы, Бог напоминает каждому из нас о том служении, которое должно быть у нас, в моем сердце и в твоем. Если я христианин, если я служу Богу, я должен и служить окружающим людям. Откуда это? Господь делал так. Господь говорил, я пришел на эту землю не для того, чтобы мне послужили, но для того, чтобы послужить и отдать жизнь свою во искупление многих. Вот заповедь Иисуса Христа. Здесь же в этом месте Господь говорит, в следующих стихах он говорит, если ты хочешь, чтобы я слышал тебя, разделись голодными хлеб твой. И это называется служение вспоможения. И это первое условие. Второе условие, о котором напоминает Господь, он говорит, бедных введи в дом твой. И это тоже служение вспоможения. И третье, он говорит, увидишь нагово, одень его. Давайте вспомним, как делал Иисус Христос. Он проповедовал и говорил, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Божие. Но вместе с проповедью Иисуса Христа что делал Господь? Он видел бедных, Он видел нуждающихся, слепых, хромых, голодных. Он помогал каждому, кого встречал в своем земном служении. И сегодня Господь говорит, если ты хочешь, чтобы я услышал тебя, если ты хочешь, чтобы Бог говорил и отвечал на все твои просьбы, Он говорит, раздели с голодными хлеб твой. Я думаю, что в Америке сегодня, наверное, нет людей голодных. Но я открою вам секрет. Вы знаете, в Украине сегодня тоже, скажем так, голодных людей нету, но есть много людей нуждающихся. И Бог сегодня говорит нам, чтобы мы были не просто номинальными христианами, хорошо читающими и знающие Слово Божье. Господь напоминает нам, чтобы мы были христианами действующими, которые не только хорошо знают Слово Божье, но и служат окружающему миру. И Господь поэтому напоминает нам, и Он говорит, раздели с голодными хлеб твой. Это первое условие. Второе условие Он говорит, бедных введи в дом твой. Очень часто двери моего дома, нашего дома, открыты перед людьми состоятельными. Вы знаете, в Украине именно так и происходит. Когда к тебе приходит, приезжает человек, как у нас говорят, на крутом автомобиле, двери твоего дома очень часто открыты для него и ворота открыты. Пожалуйста, ты очень рад такому гостю. И ты, в принципе, перед ним выкладываешься на все сто, да? Но вот, проходит мимо тебя бедный человек по твоей улице, мимо твоего дома. Он нуждается. И очень часто двери нашего дома, нашей калитки со скрипом закрываются. Мы не хотим иметь вот этого служения, вспоможения в своем сердце. А Господь напоминает, что есть те духовно-нравственные условия, но наряду с ними есть и условия служения, вспоможения. И Он поэтому напоминает нам, если хочешь, чтобы я услышал тебя, говорит Господь, раздели с голодными хлеб твой, бедных введи в дом твой. И дальше Господь говорит, увидишь нагого, одень его. В Украине нагий человек, это человек, который не имеет ни места жительства, ни своего дома. Это человек без определенного места жительства. На этом моя церковь в городе Николаеве. Я несу там служение, как благовестник. Я возглавляю отдел благовестия. Я ответственный по Украине за евангелизацию, массовую евангелизацию. В Украине также вот в отделе благовестия по всей Украине мы занимаемся тюремным служением. В Украине в Донецкой области 17 колоний, в Луганской 11 колоний, а в принципе в каждой другой области от 5 до 6 колоний строгого режима. И в каждой колонии от полторы до двух с половиной тысяч заключенных. Наши церкви практически каждое воскресенье наши братья и сестры приносят в церковь то, что они могли дома сберечь, собрать, точнее сказать. Кто-то приносит все тот же кусок украинского сала. Кто-то приносит какую-то консервацию. Бабушки и сестры пекут пирожки. И вот наши братья тюремного служения они все это бережно складывают в машину. Мы приезжаем в эту колонию. Мы проповедуем там Слово Божье. У нас практически в каждой колонии сегодня есть пастор тюремного служения. У нас в каждой колонии в Украине есть комната, молитвенная комната. И наши братья это братья те, кто уже покаялся, когда они слышали Слово Божье, они приглашают после этого евангелизационного общего служения, которое мы проводим в каждой колонии, они приглашают своих друзей или просто тех, кто сидит там уже не один срок, они приглашают их на чтение Слова Божья и говорят, мы будем читать, мы будем пить чай, и у нас есть еще и до чая, потому что церкви позаботились об этом. И это есть тоже служение вспоможения. Наши церкви заботятся и о детях интерната, наши церкви собирают туда также одежду, наши церкви трудятся в служении вспоможения. Я знаю, друзья мои, что здесь в Америке практически не найдешь ту церковь, которая не участвует в служении вспоможения. И это слава Богу, что Бог говорит к вашему сердцу, и вы слышите, и вы откликаетесь, и вы помогаете. Я знаю, что многие церкви в Украине, Молдовы были построены за счет пожертвований тех братьев и сестер, которые проживают сегодня здесь. Но хочу напомнить вам следующее. Не только служение вспоможения хочет от нас Господь, прежде, чем мы участвуем в служении и вспоможении, Господь напоминает нам о тех нравственно-духовных условиях. И тогда Бог будет слышать нас. Он говорит, если ты хочешь, чтобы я услышал тебя, развяжи оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу. И следующие три, служения вспоможения, Господь говорит, раздели с голодными хлеб твой, бедных введи в дом твой, увидишь человека нагло, без определенного места жительства, одень его, помоги ему. И тогда, говорит Господь, ты возопьешь, и твоя молитва вознесется туда в небо. И Господь будет готов ответить тебе и скажет, вот я. И после этого Бог благословит. И написано, что ты будешь, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Дай Бог, друзья мои, быть таковым, к чему призывает нас Слово Божье. За 2700 лет об этом говорил Господь. Сегодня, в наше время, 21 века, Бог определенно призывает нас к духовной чистоте и к служению вспоможения. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, в этот вечерний час, Господи, мы предстали перед именем Твоим Святым. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою милость, любовь, за Твое долготерпение. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты Бог милосердный и милующий, и что Твоя милость, она не имеет границ, Господь. Ты поступаешь с нами, Господи, не по справедливости, но по Твоей великой милости. Все держится за счет Твоей любви. Ты еще продлеваешь дни спасения для этого погибающего мира. Господь, исполни нас Духом Твоим Святым быть действующими христианами, быть людьми, которые несут весть о Твоем спасении до края земли. Я молю Тебя, Господь, благослови эту церковь, благослови пастора этой церкви, Господи. Ты знаешь нужды церкви, Ты знаешь нужды каждого брата и сестры. Но я молю Тебя, Господь, прежде чем мы говорим об этих нуждах, Господи, напомни каждому из нас, чтобы мы глубоко заглянули в свое сердце и удалили оттуда всякую неправду, всякий грех, который не дает нам возможность, Господи, чтобы Ты услышал нас. Очисти наши сердца, дай нам быть послушными Тебе. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сестры, ровно полгода мы были у Вас и просили о Вас, чтобы Вы молились о наших миссионерских путешествиях там, как в Украине, так и России. Мне хочется передать Вам привет, вот буквально уже прошел месяц, как мы приехали с Поволжья. Мы были в городах Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадное, и многие районные центры мы посетили для того, чтобы там нести слово спасение. И слава Богу, по молитвам церквей Украины и здесь в Америке, Бог еще прилагает спасаемых к церкви. Слава Богу, вы знаете, за эти две с половиной недели нашего нахождения там покаялось обратилось и обратилось к Богу более 170 человек. И это не просто какая-то сухая статистика. За каждым из этих людей, вы знаете, целая жизнь без Бога. Сегодня они обратились к Иисусу Христу. Сегодня с ними, как души попечители, работают в этих церквах, в этих городах наши братья, пастора и миссионеры. Вот мое дело, как благовестника миссионера проезжать и проповедовать Слово Божье в тех городах, где уже есть наши церкви, где там может быть 15-20 человек, где трудится миссионер постоянно находясь там. Вот мое служение вместе с моим сыном, мы проезжаем эти города, мы проводим евангелизационные служения как в колониях, так и в церквах, и те люди, которые обращаются к Богу, они дальше примыкают к числу спасенных в этих церквах. И все это делает Божья любовь, которая однажды вошла в сердце мое и каждого из вас. И это Божья любовь, именно она движет миссионерами и благовестниками. В это последнее время сказать людям об Иисусе Христе. Мне хочется спеть именно об этой Божьей любви, которая изменила прежде всего мое сердце. Любовь Христова. любовь и во Она как солнце, что светит в небе над всей землей. Любовь Христова, что поравняться могло бы в свете с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду за мной была. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Любовь Христова, там на Голгофе страдал Спаситель за грешных нас. Любовь Христова в оковах тяжких, от страшной доли Христос нас спас. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду за мной была. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Любовь Христова, она сегодня к тебе все ближе. Прийти теперь, прийти к Иисусу. К нему стремись ты, пока открыта спасенья дверь. Любовь святая, любовь Христова, она повсюду за мной была. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Когда я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Я падал, без счета поднимала и снова в небо меня вела. Только любовь Иисуса Христа, только Его любовь. Слава Богу! Брата и сестры, мы последний час маем очень много миссионеров. Я собі так сижу и думаю, такая думка мне пришла. Я не знаю, от Бога или от Лукавого. Христос сказал, что нива велика, а работников мало. А я думаю, молиться, чтобы Бог вислав. Я думаю, чтобы молитва почута. Благодаря. В последний час у нас были из Африки, из Румынии, из Молдови, из Турции, из Гаити. Сегодня мы из Украины и снова из Молдови. И у нас еще один брат, он сейчас каже святение, из Гватемали. Еще у нас не было из Гватемали. Брат Луи, прошу. Спасибо. 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 Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти незаметим, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь. И будет проповедано Евангелие Царствие по всей земле, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Последнее время так много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном навеки погибнет так много людей. Мой друг, собери же последние силы, отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь. Как встретишь Христа, как встретишь. Живите с Богом, трудитесь во имя Иисуса Христа, И пусть Божья любовь, Его милость, Его благодать пребывает в нашем сердце. Слава Иисусу Христу! Спасибо вам! Субтитры сделал DimaTorzok